Всем привет! Спасибо за то, что присоединились к нашему пятидневному челленджу. Мы верим, что этот челлендж «Любовь и надежда» повлияет на вашу жизнь и жизнь ваших близких. Мы будем молиться за вас. Приготовьтесь услышать слово от Бога, а потом практиковать это слово. Ну а сейчас давайте вместе поприветствуем наших гостей и ведущих. Итак, все внимание на экран. Это будет сильно, и жизни будут меняться. Всем привет! Привет, друзья! Добро пожаловать на четвертый день нашего пятидневного челленджа «Любовь и надежда». Мы так рады видеть все ваши отзывы. Нас смотрят в Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Это невероятно. Мы так рады вас видеть. Спасибо за то, что подключились и проводите это время вместе с нами. Если вы вдруг пропустили вчерашний эфир, то вчера был невероятный вечер со Стивом Бакландом. Он рассказывал о надежде. Если вы пропустили этот эфир, то вы можете просмотреть его в повторе. Что касается меня, то я пережила чудо, когда он служил в конце программы. Он молился за того, у кого проблемы со спиной. И я сказала, я принимаю это во имя Иисуса. Я легла спать, и на следующее утро проблемы со спиной исчезли. Вам не нужно ждать конца этого эфира, потому что Иисус, Он реальный Бог. И Он прямо сейчас рядом с вами. И вы прямо сейчас можете получить исцеление всего тела. Это чудесно. И мы благословляем вас. Будьте с нами. Да, аминь. Да, а сегодня у нас в гостях наша духовная мама Хайди Бейкер. Мы ее любим и ожидаем особенного послания от Хайди, поэтому приготовьтесь принимать от Господа. Приготовьтесь получить свое чудо. Еще раз добро пожаловать. Мы рады провести этот эфир вместе с вами. Нам выпала честь быть с ведущими, с двумя прекрасными парами, с Джейсоном и Дебби, и Шоном и Таней. У нас разные служения, но возможность собраться вместе и сотрудничать ради такой цели — это такое счастье. Мы получаем от этого невероятное удовольствие. Джейсон так и не рассказал вам, что он занимается служением под названием «Любовь говорит Иди». Они оснащают верующих на достижения людей любовью Божией. Вы можете больше узнать о них в интернете. Шон и Таня будут в эфире завтра, и они вам расскажут, чем они занимаются. А наше служение называется «Умножение семьи царства», или сокращенно «КФМ». И, как я уже говорил на эфире с Лейфом, мы работаем над восстановлением невесты Христа. Мы хотим, чтобы невеста Христа собралась вместе и двигалась так же вместе. Мы должны любить Бога и любить ближних, особенно верующих людей. Исполняя это, мы будем ходить в полном единстве друг с другом. Так мы станем величайшей армией, которая будет вместе завоевывать целые страны, а не только города. Я имею в виду, что мы будем так хорошо учить людей, что они будут приходить ко Христу и приводить ко Христу многих людей сами. Это то, чем мы на самом деле занимаемся и горим. А что же у нас по плану дальше? Давайте поприветствуем вместе маму Хайди. Добро пожаловать. А вот и она. Из города Пэмба в Мозамбике. Здравствуйте. Здравствуйте, мама. Привет, ребята. Для нас такая честь, что вы сегодня с нами. Да, я тоже рада видеть вас. Мы виделись всего месяц назад, а познакомились три года назад. Мы проводили конференции в Куала-Лумпуре, в Малайзии, и мы трое выступали на ней. Я помню, как вы сказали, что нам нужно выйти в туалет, и пропали на полчаса. Мы подумали, как же это долго. Мы пошли искать вас, и оказалось, что вы служите людям в туалете. Вы слушаете их, плачете вместе с ними, вы молитесь за них. И когда мы это увидели, это действительно так сильно тронуло нас. Вы настолько любящий, настолько бескорыстный человек. Вы для нас настоящий герой, и мы стараемся равняться на вас. Стараемся служить так же, как и вы. Но не могли бы вы вкратце, для тех, кто вас, возможно, еще не знает, поподробнее рассказать, чем занимается ваше служение в Мозамбике. Итак, пожалуйста, Мама Хайди, поделитесь своей историей и теми чудесами, которые Господь совершает через вас и ваше служение в этой области. Бенжи и Даниэла, я очень рада видеть вас. Я вас очень люблю и чувствую себя частью вашей семьи и служения. Мне очень нравится то, что Бог делает через вас в Азии, в жизнях наших азиатских братьев и сестер. Это такая радость. Мы с Роландом просто влюблены в Иисуса, и мы вместе служим Ему. И знаете, в мае нашему браку исполняется ни много ни мало, а внимание, уже 40 лет. Вы можете представить? Ух ты! Поздравляем! Круто! Спасибо. Муж сейчас в доме. Мы уже 40 лет служим Господу на миссионерской Ниве. Я вышла замуж, когда мне было 20, так что это был долгий путь. Мы нацелены на помощь бедным жителям нашей земли, а также недостигнутым группам населения. Но где-то 24 года назад на одном из собраний моя жизнь кардинально изменилась. Я увидела прекрасное лицо Иисуса в очень отчетливом видении. Он посмотрел на меня глазами горящими любовью, а затем он взял часть своей плоти, вот так вот протянул ее мне и сказал, «Дай это детям!» «Дай это детям!» И я подумала, «Господь, как же я дам эту плоть ребенку?» Но я просто доверилась ему, потому что его глаза были полны любви. Я протянула руку, плоть превратилась в тело. Затем он сказал, «Выпей эту чашу страданий и радости». Я сказала, «Хорошо, Господь, я выпью». И когда я выпила эту чашу, все изменилось. В один момент все изменилось. Затем он сказал, «Дай ее детям!» Я подумала, «Как дать детям чашу страданий и радости?» И я решила просто довериться моему прекрасному Иисусу полностью и отдать ее им. И знаете, что произошло? Она умножилась. И после этого я объездила уже треть мира, уже 25 лет мы живем в Мозамбике, но я постоянно путешествую. До этой пандемии я постоянно путешествовала по миру, чтобы нести свежий хлеб. Как вы понимаете, свежий хлеб с небес – телу Христа. Он дает его мне, а я хочу передать его телу Христа. Я хочу донести людям, что они призваны жить в радикальной близости и приносить радикальные плоды. Близость и плоды. Сейчас мы в Мозамбике. А, минутку. Ребята, я вас не вижу. Кажется, есть небольшие помехи. Почему-то пропала картинка. Я надеюсь, что вы все еще там. И мы обязательно продолжим. Надеюсь, все в порядке. И вы меня видите. Дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь ответ. Мы еще здесь. Мы здесь. Для нас большая честь знать вас. Вы для нас настоящий герой. Мы так рады, что вы присутствуете на наших мероприятиях. Мы виделись всего месяц назад в Малайзии. Это, кажется, была последняя конференция в Азии, и все мы были на ней. Да, пять недель назад. Пять недель. Да, да, именно так. Когда вы были с нами в Малайзии, у вас было особенное послание. Вы уже тогда знали о коронавирусе и о вызванных им трудностях. И вы проповедовали послание под названием «Все взгляды на Иисуса». «Все руки за работу». Девять, один, один. Мама, а что вы можете сказать нам об этом? Если вы помните, то я была очень сильно ошеломлена, когда получила это послание от Бога в Малайзии. Если можно, то верните, пожалуйста, себя на экран, потому что мне хочется обращаться к кому-то. Я вижу пустой экран сейчас. А вот спасибо. Мне это очень поможет в дальнейшем. Итак, я поделюсь. Без проблем. Мне хочется иметь с вами связь. Я также молюсь о том, чтобы у меня установилась эта связь с людьми. Итак, когда я была вместе с вами на той конференции, Господь напомнил мне невыносимо тяжелое время, которое когда-то было в Мозамбике. Наводнение, голод, не знаю, как сказать иначе, но здесь это называется «малфатор». Радикальные восстания и другие подобные вещи. А сейчас мы имеем дело с COVID-19. И я услышала, как Господь отчетливо сказал, «Все руки за работу, и все глаза на Иисуса». Если все мы сможем сейчас сфокусироваться на Иисусе, то для нас все изменится. Сфокусируйтесь на Иисусе, на Его теле, на Его крови, на том, кто Он. И тогда всем рукам нужно браться за дело. Все верующие по всему миру. Этот вирус повлиял на весь мир, это правда. Землетрясение повлияло на какую-то часть мира. На какую-то часть повлияло цунами. Где-то прошел голод, где-то война. Но в случае с этим вирусом, сейчас во всех странах объявлено чрезвычайное положение, и в Мозамбике в том числе. Все мы оказались в безумном кризисе. И Господь говорит, «Проснись, спящая красавица! Сейчас самое время светить. Все руки за работу». Или еще можно сказать, «свистать всех наверх». Эта фраза означает, что все мы на одном корабле. То есть мы на корабле с Иисусом. И все активно участвуют и работают. Все мы призваны к какой-то работе. А затем я услышала 9-1-1. 9-1-1. В некоторых странах 9-1-1 – это номер службы экстренной помощи. Если вы слышите этот номер или сами набираете его, то сразу же понятно, что случилось что-то серьезное. Именно в такой ситуации мы с вами сейчас и находимся. Но затем Господь показал мне Псалом 91, первый стих. В русском языке это Псалом 90, первый стих. Послушайте. Безопасный и надежный Псалом 90. Первый стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится или прячется». То есть Он прячет нас. Мы прячемся в Нем. В нашем случае тут тройная опасность. У нас перебой с едой, восстание радикальных группировок. В нашей провинции каждый день гибнет множество людей, сжигают целые деревни. К тому же в стране еще и чрезвычайное положение. Поэтому мы должны знать и помнить, что мы, каждый из нас, сидит под тенью, под присутствием и любовью нашего Господа. И все мы сокрыты в Его могуществе. Мы сокрыты во всемогущем Боге. Он, надежда, поддерживающая меня и твердыня, в которой я нахожу убежище, мой единственный Бог и моя огромная уверенность. Затем Он говорит, «Я спасу тебя от всех скрытых ловушек врага. Я защищу тебя от ложных обвинений и любого смертельного проклятия». Сюда входит и COVID-19. Нам нужно верить в то, что Бог может нас защитить. Некоторые люди не хотят это слышать, но даже если вы умрете, если Иисус – ваш Господь и Спаситель, то вы защищены, потому что вы пойдете прямо в объятия Иисуса, прямо в небесную славу. В любом случае, мы в полной безопасности. Мы покоимся в Эль-Шаддай. Он – наше все. Господь за нас. Очень ободряюще. Да, мама Хайди, мы проводим пятидневный челлендж «Любовь и надежда», чтобы вы сказали тем, кто страдает от безнадежности, от депрессии, от страха и тревог из-за пандемии COVID-19. Вы меня уже знаете. Мы все больше и больше узнаем друг друга. И вы знаете, что я всегда нахожу ответ в этой прекрасной книге, в Библии, у меня есть множество переводов. Я обожаю Слово Божье. У Библии множество переводов. Подумайте, сколько на земле языков. Вот что я использую, чтобы принести надежду. А сейчас я бы хотела прочесть вам Псалом 22. Это послание надежды, которое я хочу принести тем, кто чувствует себя в отчаянии. Я понимаю, что ситуация действительно пугающее. Мы каждый день сталкиваемся с переселенцами. Мы строим для них дома и кормим их. Наш крошечный городок заполнило 161 тысячи переселенцев. Это всего за несколько недель. Из-за этой безумной ситуации они буквально стекаются отовсюду. Они есть даже здесь. Итак, как же жить в такой ситуации? Как жить в Европе, Азии или Америке во время этой пандемии COVID-19? Вот наш ответ. Это Писание. Господь говорит к нам через Слово и через свое присутствие в нашей жизни. И вот чем я хотела бы поделиться. Я в таком восторге от этого. Это просто прекрасно. Господь – мой лучший друг. Вот кто Он такой. Если вы любите Иисуса, то Он хочет быть вашим лучшим другом. Господь хочет быть вашим лучшим другом. Некоторые из вас не женаты или не замужем, и вам нужно оставаться дома. Вы совершенно одни. Да, это очень сложно, тяжело и болезненно, если только вы не понимаете, что Господь – ваш лучший друг. А еще Он – ваш пастырь. Это значит, что Он направляет вас. Пастух защищает овец, Он направляет их. И Господь сказал, «Мои овцы слышат Мой голос и знают Мой голос». Если мы любим Иисуса, то мы можем слышать Его. Он покажет вам, что делать. Возможно, вы застряли дома с детьми и не можете выходить. И Господь может сказать, «Позвони этому человеку, потому что он страдает от депрессии. Позвони тому человеку, у него приступ паники». Господь будет очень отчетливо говорить вам, кому вы должны помочь сегодня. «Сейчас нам нельзя проводить большие собрания, это так. Но мы можем собираться по 10 человек, и это огромное благословение для нас. Я могу встречаться с двумя группами моих учеников. Мы молимся и служим друг другу, но сейчас Господь говорит, «Протяни руку помощи тем, о ком я тебе скажу, кого я покажу тебе». Господь – ваш пастырь. Твердо запомните. Он будет за вас. Он покажет вам, как проводить больше времени в тайной комнате. Это хорошее время для любимого тела Христа. Вы просили Иисуса, чтобы у вас было больше времени. Больше времени для молитвы, для поклонения, пребывания в слове. Ну что ж. И Господь сказал, «Пожалуйста, вот больше времени». Да, это хороший подарок. Я понимаю, что за этим вирусом стоит враг. Но Господь сказал, что все содействует ко благу тех, кто призван по его изволению. Сейчас мы каждый день изолированы в наших домах. наше расписание очень сильно изменилось. Мы никуда не ездим. Сейчас я, например, нахожусь дома с людьми, которых я люблю. Я могу больше времени провести дома, больше поклоняться, больше времени в слове, в молитве. И это дар. Это огромный дар. Поэтому примите этот дар от Бога. Не жалуйтесь, не нервничайте, а скажите, «Спасибо, Иисус, за это время, когда я могу приблизиться к Тебе еще больше, чем раньше». Послушайте, как это прекрасно. Он предлагает мне место покоя. Он предлагает мне место покоя в своей роскошной любви. Прекрасно. Да, аминь. Покой. Некоторые из вас сейчас сходят с ума. Просто успокойтесь в его роскошной любви. Используйте это время, чтобы сказать «Спасибо, Иисус!» «Спасибо, Дух Святой!» «Я могу успокоиться в Твоей любви. Я могу иметь близость с Тобой». Затем сказано «Его следы». Пастух оставляет следы, и овцы идут по этим следам. Они идут за голосом и по его следам. Тут сказано, что пути Господа или его следы ведут меня, то есть нас, к оазису мира, к тихому ручью блаженства. Это что-то удивительное, сверхъестественное, оазис блаженства. Ух ты! Это что-то особенное. Да, друзья, нам не нужно сходить с ума. Тут сказано, что наш пастух, наш пастырь ведет нас к миру. Он ведет нас и показывает нам дорогу. А еще тут сказано о тихом ручье блаженства. Блаженство – это радость. Если вы сейчас пойдете в тайную комнату, вместо того, чтобы переживать и пытаться все выяснить, сейчас вы все равно ничего не выясните. Но если вы пойдете в тайную комнату и окажетесь у ручья блаженства, реки из Иоанна 4 и послания к Ефесинам, я называю ее «река из Ефесин». Имеется в виду место из Писания. А еще река упоминается в книге Откровения в 22 главе. И вы окажетесь у этой реки. Вот где он восстанавливает и оживляет мою жизнь. Вот что он хочет делать для вас. Он хочет восстанавливать и оживлять вашу жизнь. Прямо посреди этой ситуации, которая кажется очень сложной для многих людей. Конечно же, мы сердцем поддерживаем всех медработников. Мы сочувствуем тем, кто потерял своих близких. Мы сопереживаем вам и молимся за вас. А если вас заставляют оставаться дома или собираться только маленькими группами, то воспользуйтесь этим временем, чтобы еще больше приблизиться к Господу. Просто попробуйте успокоиться и принять Его благословение. Мама, вы уже немного затронули этот вопрос, но все же посоветуйте, как люди практически могут принять любовь и надежду. Вы уже сказали, что нужно успокоиться, войти в покой и в мир. А что еще? Какие еще есть способы для этого? Что еще вы посоветуете, чтобы принять любовь, надежду и веру от Бога? Я люблю пребывать в Слове, я люблю слушать Слово, читать Слово в разных переводах. Я могу читать один или же сразу пять или шесть переводов. Как я уже говорила, нам разрешено собираться по десять человек, поэтому я собираюсь с людьми, и мы просто ныряем в Божье присутствие. Мы собираемся вместе и поднимаемся к Богу, и это меняет все. А еще мы не питаем себя новостями, это важно. Мы не наполняемся новостями. И это не значит, что мы слепы. Мы знаем, что происходит в мире. Мы можем послушать новости 20-30, в частности, потому что у нас чрезвычайное положение. Если правительство решит, что нам нельзя выходить за пределы нашего двора, то нам нужно это знать. Поэтому мы можем слушать, но мы этим не наполняемся, не пропитываемся. Нам нужно наполняться Словом Божьим. Нам нужно питать себя телом Иисуса. Поэтому мы каждый день принимаем причастие. Мы питаем себя телом и кровью Иисуса, а также мы пребываем в Слове. Слово будет ободрять вас. Сейчас я буквально живу псалмами. У Давида в жизни было много безумных ситуаций, и он выражал свои чувства в псалмах. Вы тоже можете это делать. Вы тоже можете выражать свои молитвы или тревоги с помощью псалмов. Просто читайте их. И многое из того, о чем писал Давид, будет очень близко вам, будет понятно, будет отзываться в вашем сердце. Это очень важно. говорить вслух слова жизни. Аминь. Да, прекрасно сказано. Мне понравилось, как вы сказали, не смотреть на проблемы, связанные с COVID-19, а смотреть на возможности, которые появились у нас в этот период. Думаю, это очень сильное и ценное послание для этого времени, это правда. Для тех людей, которые находятся в депрессии или страхе, я думаю, что это ответ. У нас также есть вопросы от наших зрителей и слушателей, их довольно много, но я, пожалуй, зачитаю вот этот. Бека спрашивает, как вы считаете, что нужно осознать телу Христа в это время? Я думаю, и я уже говорила об этом, все очень просто. Проснись, спящая красавица. Просто проснись, спящая красавица. Все глаза на Иисуса. Все руки за работу 9-1-1. Нам всем нужно сфокусироваться на Иисусе. Все мы призваны быть руками и ногами Иисуса. А также все мы призваны реагировать на эту экстренную ситуацию во всем мире, проводя больше времени в тайной комнате и окружив себя миром Божьим. Когда мир сходит с ума, когда в мире болезни, войны, полное безумие и финансовая нестабильность, нам нужно проникнуть в глубины Божьего сердца. И там ответ. Он призывает свою невесту к воссоединению. Понимаете? К воссоединению. Я помню, как на одном из ваших замечательных собраний я рассказывала о том, что видела куриц. Я не знаю, вы помните эту историю или нет? Я уже как-то делилась об этом. Припоминаете? О, да, я помню это. Да, да, так вот, они просто бегали повсюду. Я несколько раз видела видение о том, как они бегают повсюду без головы и даже не знают, что они мертвы. И Господь показал мне, что многие люди, называющие Его Господом, оторвались от Его головы. Голова это Иисус, и Он помогает нам. Через силу Святого Духа Он показывает нам, что делать. И Он сказал, вы не призваны быть курами, мы призваны быть орлами. Я не хочу, чтобы вы были курицами. Это глупые птицы, у них есть крылья, но они не могут летать. Вы понимаете? Он сказал, вы призваны быть орлами, поднимитесь на крыльях Святого Духа. Я хочу, чтобы вы поднялись выше бури. Вот что Он говорит телу Христа. Я хочу, чтобы вы поднялись выше бури. Выше и выше над бурей. И тогда вы сможете посмотреть вниз сквозь эту бурю. У вас будет орлиное зрение, которое Бог дает каждому верующему, и вы будете знать, куда вам идти и что делать. Вы сможете взять этого грязного змея, дьявола, и подняться на такие высоты, где он просто задохнется. Там он никак не сможет повлиять на вас, это уж точно. поэтому выше над бурей. Парящие орлы. Как же это круто. Да, именно парящие орлы. Поднимитесь, подхватите поток Святого Духа. Никакого страха. Мы не призваны жить в страхе, мы решение для этого мира. Именно это я говорила на вашем собрании. Мы не должны жить в страхе. Мы должны жить в радикальном шаломе, радикальной силе, радикальном обеспечении. Вот какие мы в Иисусе. Ух ты, это так вдохновляет. Прекрасно. Да, у нас есть еще один вопрос от Стива, и он спрашивает, как вы справляетесь с разочарованиями, потерями и безысходностью. Ну что ж, иногда я просто плачу. Да, я просто плачу. Вот так иду к Иисусу, но плачу. Иногда я совершаю очень длинный заплыв. Мы живем на побережье, Мозамбик — это длинный участок земли вдоль побережья, и иногда я просто плаваю, я плаваю с маской и трубкой, я даже могу плакать под водой, представляете. А затем я отпускаю все и говорю, Иисус, забери это, просто забери. Сегодня я была с одним из наших братьев, пастором Шамалом, ему пришлось оставить свой дом из-за нападений радикальных группировок. Все это происходит совсем рядом с нами. Ему семьей пришлось уехать, и на пути они видели 70 порубленных на части тел. Я думаю, вы понимаете, где я живу. Он сказал, затем мы перестали считать. Он рыдал у меня на руках. Его буквально трясло от плача. Я понимаю, что такое самоизоляция, и мы всячески стараемся соблюдать правила, но я просто не могла не обнять этого драгоценного брата, который рыдал в моих объятиях. Сейчас в нашей малой группе мы проходим на горную проповедь. Там сказано «блаженны плачущие, ибо они будут утешены». Когда мы плачем, когда мы открываемся перед Богом, мы обязательно будем утешены Духом Святым. Обязательно. А также другими верующими. Поэтому если вам сейчас больно, если вы сейчас страдаете, то пойдите и утешьте кого-то. Это можно сделать по телефону или через смс. Напишите им о своей любви, о том, что вы молитесь за них. Пришлите им какой-нибудь стих из Библии. Это помогает нам переключиться с наших страданий и помочь кому-то другому. А еще постарайтесь стать хорошим слушателем. Если вам плохо, вы, конечно же, хотите, чтобы кто-то вас выслушал, и это нормально. Как к примеру, мой брат Шамал, брат Хоаким и их семьи. Им было нужно, чтобы мы выслушали их. Им нужна была не только еда или крыша над головой, какой-то приют и пропитание. Это огромная проблема, потому что у нас сейчас 160 тысяч таких переселенцев. Это тяжелое бремя, но остановитесь ради кого-то одного. Не будьте сосредоточены только на проблеме и на ее решении, но остановитесь ради кого-то. Если вам вольно, то прежде всего обратитесь к Господу, а потом помогите кому-то еще, какому-то верующему человеку, которого вы любите. Помолитесь за него, просто помолитесь. Мы часто молимся друг за друга. У нас сейчас нет больших собраний. Все наши большие церкви разбились на много маленьких собраний по десять человек. И сейчас крайне важно, чтобы мы слушали, чтобы мы молились и, возможно, даже плакали вместе. Это правда. Важно быть вместе, и можно быть вместе, даже находясь на расстоянии. Для Господа нет никаких преград. Хайди, наше эфирное время подходит к концу, но мы бы хотели, чтобы вы сейчас послужили нашим слушателям и помолились за них. В это время очень важно ободрить людей, так сказать, принести небеса на землю. И я также прошу вас помолиться за тех, кто еще не знает Иисуса, кто не принял его. Пожалуйста, поведите их в молитве покаяния. Можете даже повести их в молитве благословения. Вы согласны послужить нам немного тут? Да, конечно. Если вы сейчас думаете, Боже, я хочу узнать тебя, как моего пастуха, но я пока не слышу твой голос, я не знаю твой голос, то прямо сейчас поднимите свои руки и скажите, Иисус, добро пожаловать в мою жизнь. Я приглашаю тебя в мое сердце. Я хочу знать тебя. Я хочу чувствовать тебя. Иисус, приди и омой меня. Приди и убери весь грех и все, чем я хоть как-либо не угождаю тебе. Я взываю к тебе Бог. Дух Святой, пожалуйста, обличай сердца людей в том, что им нужен Спаситель, что Он им необходим прямо сейчас. Дух Святой, обличай, обличай, просто скажите, Господь, прости меня, омой меня, измени меня в своей любви. Авва, отче, папочка, я принимаю твою любовь. Бог, я хочу знать тебя как отца. Я хочу знать тебя как Бога, который учит меня, который любит меня, который обнимает меня и заботится обо мне. Бог, я приглашаю тебя как отца. Живи в моем сердце. Дух Святой, я знаю, что ты нужен мне, или же сегодня я узнал, что ты нужен мне, и поэтому я приглашаю тебя, Иисус. Я приглашаю тебя в свое сердце. Прямо сейчас я знаю, что ты живой Бог, что ты сильный Господь. Аллилуйя, Господь. Дух Святой, касайся людей, касайся прямо сейчас. Я приглашаю тебя в мое сердце, наполни меня собой, дай мне познать радикальную любовь Иисуса. Спасибо, Господь, спасибо, я хочу следовать за тобой во все дни моей жизни. Слава тебе, Господь, больше, больше Святого Духа. Дух Святой, я молюсь о том, чтобы ты сошел на всех нас, говорил через нас, наделяя нас своей силой и славой. Влеки нас к себе, Дух Святой, Аллилуйя. Некоторые из нас так заняты работой и служением, что просто мечтают о времени с тобой. Господь, влеки нас узами любви. Иисус, спасибо тебе. И теперь это время есть у нас. Господь, я прошу, принеси нам великую радость, удивительную, невероятную радость. Сейчас многие люди находятся дома, на карантине, и я молюсь о неописуемой радости, которая полна славы. Аллилуйя, пусть Твое присутствие прямо сейчас сойдет на них. Спасибо, Иисус. Ты прямо сейчас забираешь депрессию, Ты убираешь депрессию, Господь. Твое слово говорит, даже когда Твой путь ведет меня через долину кромешной тьмы, страх никогда не одолеет меня. Я заявляю, что я ничего не боюсь, потому что Иисус мой Господь. Прямо сейчас я беру власть над страхом, страхом над коронавирусом, страхом войны, страхом гонений. Я вижу, что некоторые люди боятся развода. Кто-то боится, что дети не будут любить их или даже возненавидят различные страхи. Некоторые из них полностью иррациональны. И я вижу, как сейчас Господь сходит на людей и убирает всякий страх. Даже если я пойду через кромешную тьму, страх никогда не одолеет меня, потому что Ты, Бог, уже завоевал меня. Господь, я прошу, чтобы Ты завоевал своим духом и силой каждого, кто слушает нас сейчас. Дай им пережить невероятное помазание Твоей любви, которое берет верх над страхом. Тут сказано, что утешение Твоей любви убирает всякий страх. Убирает мой страх. Спасибо, Иисус. Я молюсь о крещении любовью по всей Азии, по всей Европе, по всему миру. Пусть все слушатели переживут крещение радикальной любовью. Ты сказал, что утешаешь нас своей любовью. Ты убираешь все мои страхи. Я никогда не буду одинок, потому что Ты всегда рядом. Я чувствую, что сейчас кто-то сражается с очень сильным чувством одиночества. Вы просто не знаете, куда вам деться от одиночества. Некоторые даже находятся дома, с семьей, с детьми, но вам одиноко. Вам очень одиноко. Кто-то действительно сам один дома, а Господь говорит, что Он хочет убрать это одиночество и дать вам пережить Его ощутимую дружбу и близость. И я чувствую, как Господь побеждает страх и убирает депрессию и одиночество. Святый Агнец Божий, Святый Агнец, Ты становишься моим пиром, даже когда мои враги выступают против Тебя. Господь, я молюсь за тех, кто оказался в пугающей ситуации, за тех, кто в зоне военных действий и в суперопасных ситуациях. Спасибо за то, что они будут наслаждаться Тобой. Мы будем наслаждаться Тобой, даже когда враги окружают нас и угрожают нам. Мы будем наслаждаться благостью Иисуса. Господь, прямо сейчас ты помазываешь меня ароматом своего Святого Духа. О, Дух Святой, сойди прямо сейчас, чтобы люди почувствовали и даже ощутили аромат Иисуса. О, аромат Иисуса, Дух Святой, принеси этот аромат, аромат Христа людям, чтобы они ощутили и познали Тебя. Приди сверхъестественным и весьма ощутимым образом. Приди во имя Иисуса. Мы все принимаем прямо сейчас. Мы принимаем это помазание. Дух Святой, работай с каждым сердцем, с каждым человеком. Прямо сейчас, изменяя, преображая, насыщая своей силой. Сходи, Дух Святой, сходи на каждого из нас. Тут сказано, «Ты даешь мне все, что я могу выпить, пока мое сердце не переливается через край. О, Дух Святой, о, папочка, дорогой Иисус, о, Господь, наш святой и славный Бог, дай нам испить из реки жизни, и пусть эта живая вода течет, 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 пусть она течет и течет во имя Иисуса, пусть она течет, любимое Божье дитя, не бойся за свое будущее, не бойся за свое будущее. В 22-м Псалме сказано, «О, твоя благость и твоя доброта преследуют меня во все дни моей жизни». Вот почему нам не нужно бояться, а когда моя жизнь подойдет к концу, я вернусь в твое славное присутствие, чтобы навсегда остаться с тобой. Спасибо, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Мы принимаем. Вау, 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 Ваши слова действительно имеют вес, потому что вы находитесь прямо посреди гражданской войны. Если кто-то и мог так сильно послужить нам в это непростое время, так это вы, мама Хайди, спасибо вам, спасибо. Мы ощущаем присутствие Бога прямо в нашей гостиной. Спасибо вам еще раз. Ваш прорыв, это наш прорыв, аллилуйя. Большое спасибо за ваше служение, это очень сильно. Да, мама, большое спасибо за то, что вы нашли для нас время, вы благословили многих наших зрителей. Для нас это огромное привилегие, и мы очень благодарны вам за все. Прошу прощения за моих собак, не обращайте внимания. Ничего страшного, без проблем. Они защищают нас наряду с Иисусом, они наша маленькая защита. Мама Хайди, а как люди могут больше узнать о вашем служении, расскажите. Ну что ж, они могут зайти на наш сайт, у нас есть штаб-квартиры по всему миру, но мы живем в Мозамбике, в городе Пемба. Вы можете связываться с нами, мы будем этому только рады. Также молитесь за нас, мы в этом очень нуждаемся сейчас, особенно в ситуации с многочисленными переселенцами, вы понимаете. Для людей это большая травма. Еще у нас, как и во многих странах, объявлено чрезвычайное положение, и в это время куда сложнее делать то, чем мы обычно занимаемся. Я имею в виду евангелизации и помощь продуктами питания, поддержка, посещение. Сейчас это очень важно. А еще мы распространяем аудио Библии. Я постоянно об этом рассказываю, это моя страсть. А еще я хотела бы поблагодарить всех, кто смотрит нас сейчас. Это действительно очень ценно. И знаете, может быть, это всего лишь пара человек, я не знаю, но на самом деле это очень и очень ценно. Слава Богу за эту возможность благословлять людей и проповедовать им. Нет, их куда больше. Пар как минимум 200, а то и больше. Да, конечно, я понимаю, что нас смотрят много людей, но я хотела бы поблагодарить всех, кто занимается переводом. Я хочу поблагодарить всех переводчиков, потому что без слова Божьего мы могли бы кормить людей всей едой этого мира. Мы каждый день кормим множество людей. Насколько я знаю, вы тоже это делаете, и мы верим в то, что нужно кормить людей, особенно если люди голодают. Мы также копаем колодцы и тому подобное, но если бы не эти посвященные, любящие, удивительные. Я чувствую, что сейчас нас смотрит пара человек, которые посвятили свою жизнь переводу Писания. Если у вас есть такие знакомые, то, пожалуйста, скиньте им ссылку на это видео. Мы хотим, чтобы вы знали, что без вас мы не смогли бы нести это славное Евангелие так, как мы это делаем. А так мы можем нести Евангелие. Только в одной нашей стране 26 языков. Поэтому я хочу выразить свою благодарность не только медикам, но и тем людям, которые переводят Писание. Нет слов, чтобы отблагодарить вас, потому что сейчас целые племена открывают свои сердца для Евангелия, для Иисуса. Это настоящее пробуждение, это удивительно. Вы делаете огромную работу, потрясающую работу для Божьего Царства. Поэтому я благодарю вас от всего сердца. Огромное вам всем спасибо. Слава Господу за вас. Аллилуйя. Мама, Хайди, это немного не по плану, но я знаю, что люди уже несколько недель молятся за вас, и мы тоже молимся за вас каждый день. Я хотел бы, чтобы сейчас все наши зрители протянули руки к экрану и провозгласили Божью защиту над Пэмбой, над вашим служением, над всеми, кто имеет к вам какое-то отношение. Если я не ошибаюсь, вы ежедневно кормите 30 тысяч детей. Отец, у тебя всего достаточно. Продолжай обеспечивать, защищай Хайди, Роланда и всех, кто их окружает. Я провозглашаю твою защиту. Молясь за вас, мы видим огромных ангелов Божьих, которые охраняют вас и сражаются за вас. Группы повстанцев отступают от вас и убегают прочь. Мы провозглашаем это вместе с нашими телезрителями. Все силы зла отступают и уходят прочь. Они не могут причинить вам никакого зла. Господь, пусть произойдет невероятные изменения. Ты закрываешь эти уста и останавливаешь этих людей. Ты превращаешь Савлов в Павлов. Мы провозглашаем невероятные встречи с Богом, как у апостола Павла. Господь, спасибо за твою благость и твою защиту для Хайди и Айрис Глобал. Пусть они каждый день видят твою любовь, видят твою заботу, а также понимают, что им делать дальше. Дай им видение и поведи их вперед. Спасибо, Господь. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Спасибо, Иисус. Благословляю вас. Спасибо вам большое. Мы очень вас любим. Мы любим вас, Хайди. Спасибо, мама Хайди, за то, что были с нами. Мне было очень приятно. Наберегите себя. Вы тоже. Вы прекрасная семья, да. Мы любим вас. До свидания. Пока-пока. Как же это было круто. И какая же это честь для нас с вами. Ну а дальше у нас идет задание челленджа, вернее, даже два задания челленджа. Сейчас они появятся на экране. Итак, внимание. Задание один. Проведите 20 минут в молитве, погружаясь и фокусируясь только на Иисусе. Сфокусируйте всю свою любовь и восхищение на Иисусе, царе-царей. Наслаждайтесь Богом и попросите Его показать вам, как вы можете стать руками и ногами Иисуса для друга или знакомого. Если вы не знакомы со словом погружение, то это еще один термин, обозначающий ожидание Господа. Как мы обычно делаем? Мы включаем какую-то музыку, расслабляемся и просто слушаем, что Бог хочет сказать нам. Если вы будете проводить с Ним время, то Он будет идти вам навстречу, это точно. будет открываться вам, давать вам видение и могущественно отвечать на все ваши молитвы. Это правда. Вторая часть задания касается других людей. Свяжитесь с кем-то из своих родных или друзей, отправьте им ободряющее сообщение со словами о том, что вы думаете о них, спросите, в чем они нуждаются, спросите, не беспокоит ли их паника, волнение или страх из-за нынешнего кризиса. Если да, то помолитесь за них. Это задание на тему «Все глаза на Иисуса». Все руки за работу. Увидимся с вами завтра. У нас в гостях будет Бен Фиджеральд и служение Пробуждения Европы. Это будет очень интересно. Ведущими будут Шон и Таня. Вы также можете делиться информацией об этом челлендже со своими друзьями в Фейсбуке. Друзья, мы любим вас. Хорошего вам дня, утра или вечера. Пока. Пока. До встречи. Ух ты. Какое вдохновляющее слово. Аллилуйя. Слава Господу. Пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими друзьями. Присоединяйтесь к нам завтра. Вас ждет новое интервью и новое задание пятидневного челленджа. Спасибо за то, что вы были с нами. Это очень ценно для нас. Расскажите о нас своим друзьям. Присоединяйтесь и ожидайте, что Бог потрясет вашу жизнь. Аллилуйя.